Певица-путинистка Ани Лорак через год после начала полномасштабного вторжения войск России в Украине вдруг вспомнила, что она украинская певица. Так, Лорак цинично обвинила власти Украины, что ее в 2014 году вынудили уехать в Россию. К сожалению, различные СМИ некоторое время тиражируют фейковые обвинения и клевету в мой адрес, пытаясь повлиять на общественное мнение. Я чувствую необходимость в этом обращении, чтобы вы, мои дорогие поклонники, знали правду. «Как вы знаете, я украинская певица, я горжусь своим наследними культурой, я делилась своим творчеством в Украине на протяжении долгих лет, в том числе представляла свою страну на Евровидении и заняла второе место. Однако с начала конфликта, войны между Россией и Украиной, я оказалась в центре внимания множества сплетен без каких-либо фактов», заявила Лорак. В Инстаграм она также написала, что якобы в 2014 году ее хотели использовать в Украине. «В 2014 году некоторые политические деятели в Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение. Мне предоставили только два варианта – либо ты играешь в нашу игру, делай то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране. Ультиматум правительства моей собственной стороны, прижимавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжила расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце пояснила Лорак. «Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия и гибель людей в результате конфликтов, что разбивает мне сердце. Только те, кто знает мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне», – отметила лицемерно Лорак. Также путинистка ответила на то, что в России ее обвинили в поддержке ВСУ. «Я также хочу сказать, что я никогда не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь», – заявила Лорак. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...